Я являюсь основателем проекта «Лесные сады» и хотел сегодня поговорить о критериях хорошей территории, хорошей земли. Некоторое время назад я утверждал, что владеть в современном мире стоит только биоцинозом. То есть само по себе владение каким-то земельным участком, без придания ему нового статуса самоподдержания тех живых систем, которые на нем находятся, является только обузой. И мы это видим, что все современные земельные участки – это механизмы выкачки ресурсов из семейного бюджета в основном. Ну и там зарабатывают только монокультурные какие-то промышленные сельскохозяйственные территории. Ну в основном это так. Поэтому когда мы говорим про какую-то хорошую территорию, то тут нужны какие-то понятные критерии. И я хотел сегодня обратиться к одному из основателей русской науки о почвах Докучаеву, который, ну собственно говоря, он был инициатором создания почвоведения вообще в мире в том числе. Потому что это человек, который предложил вообще рассматривать почву наряду с растениями, животными, как такое четвертое царство природы. То есть выровнять отношения и не просто считать, что это часть просто геологии, по которой мы ходим, земля, по которой мы ходим. Но это обладает своей собственной жизнью и достойно изучения наравне с миром животных, миром растений и миром почвы. Но надо сказать, что несмотря на то, что почвоведение распространилось, но в общем-то это не стало таким признанием именно равноценности этого. Ну вот если обратиться к Докучаеву, именно в том вопросе, который мы изучаем сейчас, вот смотрим на него, какие хорошие, что такое хорошая территория. У Докучаева было очень простое решение. Он считал, что единицей территории является четыре связанных между собой биома. То есть четыре разных организации по составу, так сказать, и по подоснове. То есть какие это? Это водный биом, вода в разных формах. Это лесной биом, это полевой биом и степной либо луговой. Вот четыре этих биома. И соответственно можно было бы определять, считает он, для разных территорий процентное соотношение между ними. Потому что понятно, что если, как это было в индустриальном сельском хозяйстве, в основном все превращено в поля, то есть там 100% полей. И потом, как бы, после катастрофических явлений, таких как там пыльные бури черные, в частности, собственно говоря, проекты Докучаева в каменной степи, который он создал, уникальное явление, мы о нем отдельно, может быть, поговорим, это было ответом на огромную трагедию, когда за несколько лет пострадало около 40 миллионов жителей России. Более полумиллиона погибли просто от голода. И основа этого явления была предшествующая хозяйственная деятельность, а именно массовая распашка земель, оставление земли без укрытия, без культуры какой-то на ней, то есть паром, как это называлось, зимним паром. И это совпало с несколькими вподряд засушливыми годами и суховеями. И, собственно говоря, в эти годы, в 1891-1992-1993 годы, черная земля долетала до Стокгольма. То есть вот та земля, те черноземы, которыми гордились на выставке в Париже, выставлялся куб чернозема российского. Именно эта земля была поднята в воздух и отправлена на очень дальнее расстояние. Но вот, смотрите, вот это очень интересное, собственно, в каменной степи, когда они делают проект, то есть он восстанавливает остальные три, то есть там степная часть есть, то есть это такая безжизненная, каменистая, ну, то есть по почве, так сказать, непробиваемой сухой почве, какие-то, значит, каменная степь. И что он делает? Он, собственно говоря, за четыре года добавляет еще три остальных биома. То есть они сажают лес, они делают водные тетугодия, в балках, в оврагах формируют пруды, которые за несколько лет, в итоге, оказаться, наполняются даже вот в этом месте, формируют поливное хозяйство. То есть получается, что к степному биому добавляются впервые поля, потому что в этой степи даже выпасать животных было негде, то есть пор бы не было. А добавив еще два биома, лесной и водный, и устроив между ними взаимодействие и общение, так сказать, сопряжение между ними, оказалось, что можно было заложить и нормальные поля с хорошей урожайностью. Надо сказать, что уже в последующие годы те предприятия, которые находились в этом месте, они пользовались результатами однажды сделанного дизайна этой территории, измененного дизайна. И у них всегда была повышенная урожайность по отношению к другим регионам, хотя, в Воронежской области, хотя, собственно говоря, никаких оснований исходных для этого не было. Это наоборот, воды нету, суховеи постоянные и так далее. То есть что из этого можно сделать, какие сделать выводы? Во-первых, у Докучаева получается очень понятное решение. Оно настолько простое, что, ну, его даже не воспринимают, как руководство к действию. Когда произносится, что все это должно быть связано в четыре биома, становится каким-то банальщиной, наверное, может восприниматься. Хотя нужно сказать, что делает Докучаев. Он подходит к проблеме голода, потери плодородного слоя, который уносится водой, уносится суховеями, гигантская распашка, которая производится, этих земель в этот период. Она в итоге, ближайшими годами, оборачивается потерей миллионов тонн чернозема. Но он подходит не с задачей работать с отдельным полем. То есть вот гениальность, наверное, Докучаева состоит в том, что он начинает менять сам ландшафт. Смотрите, есть разного типа сосредоточения. Кто сосредоточивается на одном растении. То есть он выбирает хороший сорт, хорошие условия для роста. Кто-то агротехнику поля отрабатывает. То есть он понимает, что вопрос вообще не в этой даже территории, а в том, с чем она связана, что окружает ее. То есть он начинает применять ландшафтное земледелие. То есть для того, чтобы поменять события на поле, для того, чтобы там, в принципе, могли расти растения, нужные человеку, он меняет сам ландшафт. Причем меняет его таким образом, который воспринимался, может быть, так сказать, вместо того, чтобы готовить поля, он высаживает деревья. Причем деревья, которые не будут продуктивными. То есть это, хотя и были яблони, шелковица, но в основном это деревья, которые не шли в пищу и каким-то образом. То есть вот базовая нелогичность этого действия. Но оказывается, что в итоге формирование этого биома приводит к тому лесного. То есть формирование на сегодняшний день в каменной степи около 30 водных объектов. Причем это в месте, которое потенциально вообще не является местом, где это могло бы быть. Почему? Потому что выбрано было место на водоразделе. То есть вот в одну сторону вода стекает к одной реке и водосбор в другую сторону к другой реке. То есть это самая засушливая по своему... То есть это не долина, в которой наоборот собирается влага и потенциально там можно много собрать. Был выбран водораздел и даже на нем восстанавливая другие части, то есть кроме полевой, кроме степной добавляется полевая, водная, лесной биом и выстраивается между ними взаимодействие правильное. И вот оказывается, что это и есть та единица земли, которая может претендовать на понятие биоциноз. Потому что там возникают системы обменов и связей. Таким образом мы можем расшифровать, что такое биоциноз с точки зрения ландшафтного земледелия и идей Докучаева. И когда вы что-то имеете, то надо смотреть, что добавить из этих еще, из этой четверки, чего у вас нет. При этом понятно, что сам по себе переход к ландшафтному земледелию, он предполагает, собственно говоря, изменение взгляда. Потому что исходя из простого представления о том, что важно просто выделить место для роста растения, обеспечить ему какие-то условия, но обеспечить человеком. Докучаев переходит к идее формирования такого ландшафта, когда сам ландшафт обеспечивает эти условия. Когда возникают эффекты автополива, еще перераспределения влаги. Когда возникает ветрозадержание, снегозадержание. Когда сам ландшафт начинает быть губкой, которая накапливает воду и впитывает ее. Когда дождь не стекает, а ландшафт является влаговпитывающим. И еще несколько таких вещей, которые в итоге формируют те условия, за которые в другом смысле надо было бы заплатить. Причем цена, вот смотрите, очень интересная. Это была экспедиционная работа, то есть они выехали туда и там действовали. В течение четырех лет. За четыре года была какая-то гигантская работа проделана, количество прудов там заложено, и около 180 гектаров лесополос было посажено. Причем они высаживались разными задачами для ограничения роста оврагов, как ветрозащитные, с другим составом, с другой структурой лесополос. Как те, которые должны, так сказать, работать в разных местах, вдоль водных объектов. То есть получается, что еще функционал был как бы придуман для этого всего. Всего за четыре года. Дальше, то есть лесной департамент, который был там заказчиком на эту работу, финансирование свернул. Но что-то сделанное правильно за четыре года, оно настолько мощное, что если вы сегодня еще приедете в каменную степь, то вы увидите те деревья, которые посажены руками Докучаева, его соратников. Вы увидите этот ландшафт, и вы можете поговорить с людьми и увидеть, что... То есть эта территория преобразовалась. Она из полупустыни, фактически, такой степи, каменной степи с потрескавшейся территорией, превратилась в территорию, где люди могут жить. То есть пригодную и удобную для хозяйственной деятельности, для выращивания культур, для разведения животных. То есть, конечно, несоизмеримый вклад. Всего четыре года небольшой группы людей, но правильные действия, фактически меняют ландшафт всей этой территории, создают совсем другую структуру, другой климат, грунтовые воды поднимаются. Вместо стока постоянного начинает накапливаться органическое вещество и расти гумусный слой в этой территории. Вот это и есть достижение, которое сделал Докучаев. На самом деле, то есть он не просто исследовал почвы с точки зрения, ну, как бы их формирования и истории создания почвы, как такой объект, который нам достал свое наследство, и как так к нему можно относиться. Кстати, Докучаев очень негативно относился к идее постоянного истощения почвы, выноса питательных веществ, потому что, в общем-то, понятно почему. То есть он хотел создавать такие ландшафты, в которых плодородие проявляется, накапливается и создается в течение жизни человека. И я продемонстрировал это, например, вот на каменной степи. А если, конечно, изолировать какой-то участок и его там бессчатно эксплуатировать, не понимая, в каком ландшафте он находится, не достраивая остальные элементы этого ландшафта, то этот закон действует. Но он действует по недоразумению человека, по непринятию того факта, что в биоцинозе должно быть необходимое разнообразие биомов. Это очень важный момент. То есть, грубо говоря, вот вы биоциноз только в лесной зоне не построите. Вам все равно нужны элементы, связанные с какие-то формы хранения воды, накопления. Это может быть не озеро, это может быть болото даже, ручей, ключ и так далее. Но, как минимум, должны быть другие элементы, которые там должны присутствовать. А если это идет речь об антропобиоцинозе, то есть, когда человек его создал, эксплуатирует, то вот Докучаев предлагает такую модель, которая указывает на хотя бы четыре самых необходимых биомы, которые уже составляют эту целостность и взаимно поддерживают друг друга. Но надо сказать, что в целом вся тематика, связанная с мышлением о живом, она такая довольно непростая, потому что сейчас циркулирует большое количество терминов. Там есть экосистема, биоциноз, биосфера и еще, наверное, с десяток разных терминов, каждый из которых имеет свою историю происхождения, за каждым почти стоит такая фигура масштаба Докучаева или в своей области, человека, который предложил этот термин, ведя интенсивную практическую и исследовательскую работу. И я думаю, что мы со временем разберем потихоньку, обращаясь к этим людям, многие из них оставили свое наследие, можно читать, можно смотреть. И некоторое наследие написано на земле, как, например, каменная степь. То есть, если бы это было только в книгах, это был бы один вариант, но мы можем съездить, посмотреть, как это осталось на сегодняшний день. Потому что, конечно, какие-то вещи, как бы имеет смысл проходить своими ногами, смотреть это все и получать личные впечатления от того, сравнивая с тем, что здесь было раньше. Вот, поэтому я бы это видео поместил в серию таких видео, которые можно бы назвать «Мышление о живом». И вот Докучаева, который в том числе является, например, учителем Вернадского и еще большой плеяды людей, которые унаследовали, да, вот какие-то базовые его идеи и их дальше развивали. Поэтому, то есть, у нас может выстраиваться определенная цепочка размышлений здесь. Но самое интересное является, вот как мне кажется, сутью того метода, который он развивал, это вот именно ландшафтное земледелие. Оно очень плохо ложится на все современные агрокарты, потому что они сосредотачиваются сосредотачиваются на идеи сразу, на идеи урожая в рамках определенного хозяйственного цикла. Мы видим, что несмотря на то, что короткий период, всего 4 года работала экспедиция в каменной степи, что вообще-то не длинный цикл, да, то есть, это не гигантское время, это не 50 лет они что-то делали. Но оказывается, что если направить усилия не на выращивание культуры, которая здесь не может расти, а на формирование других живых систем, то есть, они высаживали деревья, высаживали, которые там могли расти, а в некоторых местах, в других проектах, когда ничего не росло, то начинали буквально с прутника, для того, чтобы что-то зацепилось за эту землю, с последующим наращиванием тех культур, которые могли уже расти, в тени первых первопроходцев и так далее. Но меняется ландшафт и он становится продуктивным. То есть, это, кстати, очень интересный момент, показывает, что, в общем-то, ну, те сложившиеся ландшафты, в которых мы находимся, они, ну, во-первых, они должны быть изменены. То есть, это не всегда так было, не всегда так есть. Кстати, очень интересным явлением еще является и территориальное разделение собственности, например, не по логике ландшафтного, а, так сказать, понятно, граница проходит там, где ее провели карандашиком, где-то землеустроители. и очень часто, например, водосборы в одном месте находятся, прилежат одному, а, так сказать, долина, в которой, значит, пользуются всяким, другом месте. Но это какое-то далекое будущее, наверное, которое мы могли бы посмотреть на логичность границ в связи с движением воды, в первую очередь, на территории, с тем, чтобы у собственника была возможность контролировать значительную часть водосбора, например, и пользоваться. Поэтому, кстати, один из, вот это был один из мотивов, что мы, когда выбирали размер своего проекта, лесные сады, то ставили планку не менее 100 гектаров в определенных условиях, прилегающую к лесу. Потому что в этих условиях получается, что довольно часто, вот так у нас это получилось, значит, весь, вся система водосбора оказывается в пределах одного собственника. здесь не нужно согласовывать с кем-то для того, чтобы выстраивать правильное движение воды, там, питательных веществ, которые она несет в этом части. Поэтому, конечно, ландшафтное земледелие представляет, мне кажется, огромную перспективу и будущее. Нужно сказать, что уже и после, то есть, некоторые имена, которые я сейчас там заявлю, для того, чтобы больше с ними разобраться. Есть австралийский такой разработчик, который предложил идею контурных линий, работы тоже с ландшафтным дизайном, с формированием правильных систем плодородия, Йомансон. Причем, многие идеи, которые он развивал и в своих книгах отражал, наверное, многим знакомы по ряду книг пермакультуры и семинарам пермакультуры. Жалко, что они на него практически не ссылаются. Вот его стоило бы хорошо изучить. Я думаю, что мы разберем его подходы, потому что он гораздо более технично уже излагает, каким образом анализировать ландшафт и что делать для того, чтобы сформировать прирастающие плодородия, для того, чтобы можно было не говорить о том, что там сантиметр почвы формируется за сто лет, для того, чтобы увидеть при своей жизни формирование многих сантиметров этой почвы, для этого нужно изменить ландшафт. Поэтому на сегодня я думаю, что все и будем продолжать. Если у вас есть какие-то имена, которые вы хотели бы тоже, о которых рассказать или предложить к обсуждению, тоже присылайте, пожалуйста, комментарии.